Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избавись Зальни. Сейчас мы с вами свяжем двухцветный пятилистничек. Когда вы вяжете такой цветок на спицах, у вас набрано на спицах 10 петель, и вы начинаете вязать укороченные ряды, точно так же, как на машинке. Все то же самое. Начинаете провязывать 9 петель. Следующий ряд 8 петель, 7, 6, 5, пока не дойдете до 1 петельки. Когда вводите второй цвет, начинаете по одной петле вводить в работу. То есть начинаете вязать с одной петли ряд, второй ряд 2 петли. То есть каждый ряд вводите еще одну дополнительную петлю. То есть сначала вы вяжете укороченные ряды, потом увеличенные ряды. Частично вязание. Прием общеизвестный, ничего сложного в этом нет. Здесь самое интересное, это собрать потом эти 5 листиков. И, естественно, сюда нужна яркая серединка. Возможно, контрастная. Можно делать помпон, можно делать просто сборку из ниток. Так вот на палец намотать и красную серединку. В общем, украсить такой цветок можно совершенно любой бусинкой, пуговкой, бантиком, чем угодно. Сшивание и сборка цветов, неважно, на машинке вы делали или на спицах, абсолютно одинаково. Каретка у нас находится с правой стороны. Берем рабочую нить, провязываем один ряд. Каретка слева. С правой стороны вводим в переднее нерабочее положение крайнюю иглу и провязываем на оставшихся иглах ряд. Обвиваем иглу, стоящую в переднем нерабочем положении, возвращаем каретку назад. Вводим вперед вторую иглу. Провязываем иглу, обвиваем только что выведенную в переднее рабочее положение иглу, вращаем каретку. Третья игла. Четвертая игла. Можно не обвивать иглу, стоящую впереди, тогда у вас на этом месте будет ажурчик. Это такая дырочка. Если вы хотите, чтобы были дырочки, не обвивайте иголки. Если у вас машинка с нитеводом, у вас нить проходит над иглами, вы просто берете руками и под уголку проводите нить. Она у вас находится, как раз обвивает иголку в следующем шаге. Доходим до единственной иголочки. И провязываем ряд на всех иглах. Каретка справа. Берем второй цвет, провязываем ряд. И вспоминаем, что у нас стояли все иглы в переднем нерабочем положении. Мы их возвращаем. И начинаем вводить в работу по одной игле. Такой уже другим цветом. До конца. До конца. Мы вывязываем такой вот интересный зуб. И последний вывязали. Видите, у нас получился двухцветный зубец, который у нас является лепесточком. Так, теперь берем красный цвет. Поскольку мы тут же будем все соединять, я могу воспользоваться этим цветом. Так, выставляем все иглы в переднее нерабочее положение. Провязали ряд. И начинаем повторять то же самое. Выставляем с противоположной кареткой слева, с правой стороны одну иглу в переднее нерабочее положение. То есть мы вот этот лепесток повторяем столько раз, сколько нам нужно. Можно 5, можно 7, можно больше. Тогда он будет просто очень такой набитый на цветок. Но будем смотреть по месту. Один зубец мы провязали, лепесток вяжем второй. И вот это. Увелим. И До Конца До Конца Остается один лепесток. Нам нужно дойти до Рыжей ниточки. Выбираем отсюда красную. Берем рыжую. И вспоминаем, что у нас Все иголки стояли в переднем нерабочем положении. И начинаем вводить в работу по одной игле. То есть сначала мы выводим из работы по одной игле, потом вводим. У нас получаются Зубчики. Эти зубчики и есть лепестки цветочка. Вывязали второй зубец. Вот у нас они получаются вот такие вот. То есть как квадратики вот такие вот связаны. Мы их стянем и получатся вот такие вот зубчики. Вариаций вот такого цветочка очень много. Это одна из вариаций. Берем красную ниточку. И все, все по новой. Переднее рабочее положение. Угол с противоположной стороны. И поехали. То есть вот таких зубчиков Вывязывается не менее пяти штук. Мы с вами связали два зуба полноценных. Их нужно еще три. Вот так вывязываете еще три двухцветных зубчика. И будем их собирать. У нас получается вот такая вот конструкция. В итоге по пять лепестков. Я чуть-чуть подпарила кончики. Потому что сейчас... Сейчас мы будем сшивать трикотажный горизонтальный шов. То есть делать бесшовный цветок. У нас остались две нитки. Одна красненькая. Одна красненькая мы ей стянем серединку. И одна рыжая. Ей я буду сшивать открытые петли. Нишние вспомогательные нитки. Сшиваем мы по лицевой стороне. Можно немножко распустить ниточку. Потому что я ее подпарила. И в общем-то петли уже не должны убегать. А здесь у меня не распустить. Но здесь у нас была катушечная нить. Которая является таким очень хорошим держателем открытых петель. Немножко ее подраспускаю. Эту часть. Подраспускаю вторую часть. И начинаю сшивать. Сшивать всегда начинаю со стороны, противоположной от той, где у меня рабочая нить. Нитка у меня с этой стороны. Значит я первые петли захватываю с другой стороны. Ввожу сверху. И вывожу снизу петли. Так нитки мешают. Все убрать, чтобы ничего не мешало. И подтягиваю вязание к себе. Теперь захватываю. Ввожу сверху, вывожу снизу. С противоположной стороны. Теперь можно подтянуть ниточку. Ту петлю, которую я уже сшивала, вхожу сверху. С этой стороны, со второй. Выхожу снизу. Это самый простой трикотажный горизонтальный шов. Имитация провязывания на машине. Вхожу сверху в ту петлю, в которую уже прошита. И выхожу в соседнюю. И так до конца. Вхожу в ту петлю, которая уже была прошита. И выхожу в соседнюю пустую. Подтягиваю до такой величины, чтобы у меня петелька, только что полученная, была такой же длины, как те петли, которые были провязаны. Если я захочу распустить такое полотно, конечно, оно не распустится так, как обычное вязание. Но вид у него абсолютно как будто бы было цельно вязанное изделие, без швов. Так сшиваются практически все вещи, связанные по горизонтали. Мы не используем грубые какие-то швы, мы используем трикотажный горизонтальный шов. Теперь можно распустить до конца и убрать вторую ниточку. Распускайте всегда по несколько петелек. Все сразу отпускать не стоит, потому что можно выпустить из рук вязания, и у вас теряются все петли. Для того, чтобы они не убежали, нужно чуть-чуть подпарить самые петельки. В данном случае я подпарила и цветок, потому что он очень уж, такой у меня получился, волнистый. Осталось всего чуть-чуть. У меня цветок состоял из 10 игл. Если вы хотите побольше, берите больше. Учтите, что 10 игл это одна сторона. Ваш цветок будет в два раза шире, чем то количество игл, которое вы возьмете. Хотите большой цветок, берите больше. Последний лепесток. Последний здесь. Никакая петелька не потерялась. Все хорошо. Осталось закрепить ниточку. Конечно, лучше было бы, чтобы эта нитка ушла в край, в центр. Но раз не получается так в процессе вязания, ничего страшного. Мы эту нитку сейчас спрячем. Завязали. И сейчас я спрячу эту ниточку, немножко, буквально парочку стежков внутри. Главное хорошо завязать узелок. Парочку стежков. Нитка спрятана. Все. Цветок готов. Теперь берем в красную нитку, которая у меня оставалась. Она тоже длинная. И сшиваем серединку. У меня вот эти вот ниточки. Их могу просто связать между собой. Это начало вязания. И отрезать. Они тоже не нужны. Такой будет мешать. Собственно, вот здесь отверстие, оно, отверстие совершенно небольшое. Но закрыть его все равно нужно. Просто обычная стандартная сборка. Немножко намочила, поэтому не совсем хорошо оно. Проходит. Так, и стяжка, стяжка. Все. Цветочек готов. Моя задача сейчас разложить листики и сформировать их. Как я могу это делать? Я могу делать стяжку между цветочками. Видите, между лепесточек. Вот так вот. Раз. Один лепесток готов. Второй лепесток. Сознанки. Я просто по смене цвета делаю небольшую такую простежку и возвращаюсь обратно. У меня получается вывязанный лепесток. Вот такой. Иду дальше. Следующая простежка. Между лепестками. Смотрю, что у меня устраивает такая простежка. Вполне. И возвращаюсь обратно. Конечно, такой цветок, он настолько получается объемным, что его надо будет пришивать к изделию. Так, и возвращаю назад иглу. Так, что у меня остается последний лепесток. Раз. И иголку назад. Раз. Вот наш цветочек. В серединку расправляйте все листики, само собой. Видите, они получаются такие пухленькие достаточно. Пятицветик такой, пятилистик. В серединку пуговку. И все, цветочек готов. Очаровательный цветок. Главное очень просто делать. Если вы делаете спицами, так завязываем. Завязываем ниточку. Спицами все выполняется то же самое. Простые укороченные и удлиненные ряды. Начинаем вязать со вспомогательной нити. Точно так же, потому что нам нужны будут открытые петельки. Вспомогательной нитью провязали 10 петель. И начинаем укорачивать ряды. То есть мы... Простение и приход 맛있ício. Простение и